Субтитры делал DimaTorzok Он описывает эту историю и в Иудейской войне, и в Иудейских древностях. И суть ее сводится, то есть в Иудейской войне у него есть там длинный-длинный пассаж насчет еврейских сект. И на самом деле это, ну, у него есть несколько, он много раз упоминает там Саддукеев, много раз упоминает Фарисеев, несколько раз упоминает Иисеев. Но в этом пассаже он наиболее пространно говорит о всех сектах, но причем больше всех он говорит об Иисеев, потому что они такие, значит, особенные. И он сравнивает эти секты, он говорит, вернее, он говорит, что вот и фарисеи, они как стойки у греков, а Саддуке, они, значит, как и эпикурийцы. Ну, про Иисеев он не говорит, что они как пифагорейцы, но как бы это проистекает, в общем-то. Ну, то есть смысл этого пассажа, в общем-то, заинтересованному греко-римскому читателю показать, что иудаизм это такая достаточно респектабельная, как бы, религия. Ну, в смысле, в наших понятиях, да, то есть, а он это представляет как философию, три философии. И вот, значит, появляется четвертая философия, он так ее называет потом, которая якобы ничего не имеет общего, значит, с другими течениями иудаизма. Причем сам он подчеркивает, что, в общем-то, на самом деле, они мало чем отличаются от фарисеев. Ну, кроме как у них, значит, и ярко выраженная любовь к свободе, да. Но, и, 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 значит, это в иудейских древностях, где, опять же, это наиболее пространный пассаж по сектам. Ну, как бы, но контекст это, вот он говорит, что в шестом году, когда, значит, и римляне решили упразднить иудейское царство, там, да, или этнархию, они реорганизовали иудею как провинцию. Да, и вот тогда появился, во время переписи населения, появился этот иуды-гарильянин, который призывал евреев не подчиняться римлянам, не подчиняться переписи, поскольку, значит, уже есть у нас один Господь-Бог. И если мы римлянам подчиняемся, то, якобы, значит, мы идем на компромиссы и становимся рабами, в то время, как, в общем-то, у нас один Господь и Бог. А в иудейских древностях он привязывает это уже, как бы, в перспективе, говорит, в общем-то, вот эти люди, они, отсюда пошло, пошло это безумие, которое, в конце концов, владело, значит, умами людей и, в общем-то, привело к катастрофе Великого Восстания, да, и, то есть, к потере храма, и к потере Иерусалима и так далее. Смотрите, мы, конечно, не знаем, кто там еще был, кроме Иуды Галилеянина, но, в общем-то, если Флавий не врет, а вроде как он не врет, в том плане, что, ну, то есть, мы не знаем, эта идея, она там, реально была идея Иуды, и насколько она действительно засела там в умах людей, серьезно, сколько много людей пошли за ним, или, по крайней мере, подхватили эту идею, так или иначе, в каких-то там, значит, вариациях, да. Но выглядит оно, что достаточно логично. Теперь, мало того, там появляется, значит, параллельно с Иудой, рассказывает Флавий, что появляется, то есть, когда, это на самом деле еще, когда Ирод умирает, да, что начинаются, значит, всякие беспорядки, там, всякие, всякие быдлоки, там, непонятно откуда-то взявшиеся, начинают надевать себе наглую корону, там, и кричать, что я мессия, там, какой-нибудь пастух, значит, которого зовут Атронг, там, собирает вокруг себя толку каких-то других, значит, братков, начинает громить все подряд, ну, богатых, соответственно, да, и говорит, там, я, там, мессия, я царь, вот, единственное, чем он думает, что он это заслужил, так это у него большие кулаки, высокий рост, широкие плечи, там, ну, и, в общем, каждый, кто на что гораст, да, они начинают, там, поднимать вот это вот, баламутить, значит, настроение, да, другой, там, какой-то прибегает Шимон из-за Иордания, тоже сжигает дворцы, там, в Ерехоне, ну, Иуда этот нападает на Ципори, Ципори в то время, это столица Галилеи, и, значит, он напал на Ципори, разграбил, там, арсенал, вот, и вооружил своих этих хулиганов, и дальше, значит, и, там, пошел громить, вот, потом, какое-то время мы ничего о них не слышим, да, то есть, ну, там, наводится, опять же, соответственно, римляне вмешиваются, там, куча евреев убита, куча евреев распята, порядок, вроде как, восстановлен, но, ну, в общем, об этом не стоит забывать, и, вообще, как бы, первая часть, ну, то есть, первая часть первого века, новой эры, вернее, как первая часть, именно там, до, там, там, это все очень просто разбивается, шестой год, потом, значит, тридцать седьмой год, ну, не, тридцать восьмой, когда, тридцать седьмой, когда Каллигула назначает и внука Ирода Агриппу первого на царство, то есть, и Каллигула был, Гай Каллигула был немножко сумасшедший человек, он уже практически сам чуть не спровоцировал еврейское восстание, потому, что он решил, что он бог, вот, ну, то есть, они все были боги, там, императоры, но он, как бы, реально в это поверил, вот, и, как бы, обычная, ну, там, был культ императора, скажем, и, да, но, но, там, вопрос большой, даже сейчас в науке, насколько реально, там, римляне думали, что император, он бог, ну, то есть, они говорили об этом, они, там, упоклонялись и все, но, как бы, все-таки, есть боги, которые там, а, как бы, вот этот, как он бог точно, ну, то есть, риторика, это одно, другое дело, реально, как воспринималось, а он реально решил, что он бог, вот, и требовал почести, причем, если другие императоры, как бы, понимали, и до, и после, в общем-то, у евреев было освобождение от культа императора, то есть, они приносили за императора жертвы, да, два раза в день, но, при этом, они, они были освобождены от культа, и, и, это императоры, не, вот, то есть, вот, меня спрашивал вчера, кстати, Гриша, там, насчет, вот, я сказал, что, это, и монотеистические религии, они не толерантны, а полиотеистически толерантны, так, что ж, типа, римляне преследовали христиан, но, это одна из причин, потому, что, как бы, культы эти, они гражданские, также, в большой мере, нет разделения между религией, там, и политикой, и император, он, как бы, и правитель, и господин, и бог, да, вот, то есть, тот же самый кульс, окей, господь, а тут, короче, какие-то люди, которые, вроде, не евреи, то есть, у них нету освобождения от этого всего, традиционно, они говорят, не вон, вчера там поклонялся императору, сегодня говорят, не, не, у меня другой кульс, у меня другой господь, кто-то, 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 кто-то твой господь, а, он там, чувак какой-то там, типа, которого на крест повесили, а, типа, а за что, а он там, это самое, вроде как, говорил, что он царь иудейский, а, окей, то есть, типа, ну, как бы, это совсем, ну, это, это звучит дико, то есть, как бы, римляне по законам, него распяли, вроде как, да, за то, что он претендовал на царство, когда у нас тут империя, а вы в него верите, что он, типа, ваш господь, но это, как бы, уже проблема большая очень, то есть, у вас другой, у вас, типа, другое государство, у вас лояльность вообще другая, да, вот, так мы не знаем точно, что там происходило, да, но, кстати, вот эта история, если уж мы про нее говорим с Иисусом, она очень хорошо вписывается в другие истории, которые Флаве приводит, а именно, то есть, отойти от всех этих, вот, там, от метафизики, да, там, виноваты евреи, не виноваты евреи, там, что произошло, то есть, взять это просто в еврейском контексте, что там происходит, то есть, римляне правят иудеи, они, там, во-первых, правят и правители, эти префекты, которые, они не из самого высокого сословия, это сословие всадников иудеев, даже провинции, в которых войск нет, ну, легионов, я имею в виду, войска есть, но вспомогательные, и там даже вопрос сейчас стоит, я вот только что это слышал, но я как-то еще это не разбирал даже, в последнее время вообще, там, ученые говорят, что она стала провинцией не в шестом году новой эры, а, непонятно, где-то, наверное, уже в тридцатых, да, то есть, якобы, она вообще была часть, ну, то, что она была частью Сирии, понятно, то есть, была Сирия, и там сидел, значит, префект, который командовал легионами, и мы это знаем из разных историй, значит, и у Флавия, и вообще, понятно, и он, как бы, был ответственный за иудеев, а в иудее там сидели какие-то люди, то есть, наместники, но часть из них вообще были больно отпущенные рабы, ну, то есть, там был такой один этот, и Феликс, и, ну, это уже во второй, после, после Агриппа, тот же Понтий Пилат, который, на самом деле, понятно, что человек был достаточно, ну, как бы, не сильно интеллектом отягощенный, и, как бы, это не только, в Новом Завете его пытаются оправдать, да, дескать, свалить всю вину на евреев, а он, значит, типа, такой благородный, там, руки умыл, и все дела, и вообще, хотел Иисуса спасти, но, понятно, что это уже тенденции, как бы, авторов Евангелия, которые, им, 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 как раз неудобно, вот, в этом контексте видеть, что, значит, ну, то есть, сказать, что римский прокуратор очень сильно хотел Иисуса распять, и, и, значит, это, и действовал, там, хладнокровно, это, как бы, еще раз сказать, что его правильно, типа, ну, римляне будут это слушать и скажут, ну, так все правильно, типа, распяли-то его, что, в чем проблема-то, то есть, у вас проблема, а свалить вину на евреев и сказать, что это они сделали, значит, что получается, что, во-первых, они виноваты, а, во-вторых, римский прокуратор, он, значит, и не виноват, то есть, получается, что, наверное, Иисус тоже мог быть не виноват, тут недоразумение получилось, хотя это тоже проблема, потому что, получается, что он был некомпетентен, вот, то есть, это палка о двух концах, но, но это то, что мы видим в Евангелиях, ну, суть в том, что у нас есть другие истории про понтия Пилата, то есть, там, из Филона, да, из Флавия, что он вел себя крайне неадекватно и провоцировал евреев, значит, своими глупыми поступками, просто не вмешиваясь в разные вопросы еврейского закона, без какой-либо нужды, то есть, на это и Флавий там подчеркивает, что другие прокураторы так себя не вели, ну, то есть, зачем евреев провоцировать глупыми поступками, если, например, известно, что евреи не терпят в святом городе статуй, да, зачем приносить туда, там, штандарты с изображением императора, то есть, ну, не приноси, как бы, что это так принципиально, вот, и там потом начинаются беспорядки, то есть, я это к тому, что понятно, что это тоже очень сильно сыграло роль в том, что потом евреи подняли восстание, в том плане, что были, часть из этих правителей была абсолютно некомпетентна, вот, и они, главной целью их было там награбить как можно больше, а если там, значит, еще потом беспорядки начнутся, так можно это, как бы, все, ну, они там, он так и говорит, Флавий потом про последнего прокуратора, про Флора, который был конченый, значит, совсем, что ему выгодно было, чтобы евреи подняли восстание, потому что он вот этот шумок мог, значит, все свои, там, всю свою коррупцию как-то, значит, скрыть, то есть, они там все друг друга поубивают, мы там тоже на них наедем, и, как бы, там уже никто никого слушать не будет, никакие жалобы, там, и так далее, это уже, как бы, будет нерелевантно, да, вот, но, но вот этот первый период до Агриппы, да, то есть, Агриппа правил там с 37 по 44 год, ну, там, и в определенный момент, на самом деле, вся вот эта территория, включая Галилею и включая, вон, там, территорию Филиппа, она от него отошла, но, когда он умер, римляне не назначили, то есть, было время в первом веке, когда, говорю, Иудея была провинцией, а потом она снова стала еврейским царством, и Агриппа был, в общем-то, последним еврейским царем, но, когда он умер, там был еще потом Агриппа второй, но он не правил Иудею, и он, как бы, у него были кое-какие полномочия, Иудеи, но у него было царство на севере, там, совсем в другом месте, так вот, не совсем в другом, частью он также правил, вот, и территорию Филиппа, но большей частью было северное, его царство, но Иудея уже была провинцией. Ну, в общем, я к тому, что мы знаем плохо, что там происходило в первой, третьей, скажем, первого века новой эры, и у нас даже имена прокураторов там, то есть, где-то есть, но где-то непонятно даже, когда они правили, то есть, какие годы, нам догадываться надо, и кроме имен, и кроме, значит, истории про Польдия и Пилата у нас ничего нет практически, да, вот, ну, понятно, что, понятно, что какие-то, значит, трения там происходили, да, между евреями, и между римлянами, но, но, не вот, значит, Иуда, это самая главная история, окей? Теперь, когда мы переходим ко второму периоду, то есть, после Агриппы, то Флавий рассказывает, что постепенно-постепенно, значит, напряжение между евреями и римлянами, оно росло и росло, и опять же, он описывает там более подробно этих коррумпированных прокураторов, всякие разные истории, как они, как они, значит, решали или, скорее, не решали различные вопросы, да, которые там возникали, опять же, самаритяне тут живут, да, у Флавия несколько историй о том, как евреи там, значит, самаритяне убили какого-то еврея, евреи пошли, значит, устроили там, типа, реванш, убили там самаритян, и, короче, пошло-поехало, идут к прокуратору, прокуратор взял взятку у тех, взял взятку у других, потом сказал, я пойду, ну, короче, эта тема начинает раскручиваться, он ничего не решает, проблема, как бы, накаляется, в Кейсарии проблемы происходят, да, то есть, важно еще понимать, что Иерусалим, как бы, столица для евреев, да, святой город, но римляне сидят, римляне сидят в Кейсарии, секунду, сидят в Кейсарии, которую Иерусалим построил, и, в общем-то, они в Иерусалим стараются сильно не соваться, то есть, например, тот же Понтий Пилат, он не сидел в Иерусалиме. Почему? Опять же, потому что они понимали, что Иерусалим – святой город, чем больше там будет римского присутствия, чем больше будет, значит, солдат там, например, тем больше потенциал живоопасный для разных трений и восстаний, окей? То есть, они сидят в Кейсарии. Теперь, опять же, возвращаясь к теме Иисуса, вот эта вся история, кто там виноват, что виноват и так далее. На самом деле, Флавий описывает несколько таких ситуаций, когда появляют, но это он описывает уже немножко в более поздний период, но он рассказывает, что, например, появляется там какой-то человек, да, собирает вокруг себя толпу и идет к Иордану и говорит, к реке Иордану, и говорит, я вот сейчас типа палочкой ударю, и воды раступятся. И римляне, значит, там римский прокуратом посылает и конницу, и тяжелую пехоту, вот, и до того, как он ударит палочкой, они, значит, ему, его хватают, отрубают ему голову, а все остальные разбегаются. Другой, значит, там собирают толпу через пустыню, египтянин какой-то, через пустыню идет, значит, на Маслечную гору и говорит своей толпе, значит, смотрите, у него там братки рядом вооруженные, он говорит, я, говорит, сейчас прикажусь, стены Иерусалима падут, и мы туда войдем, значит, римский гарнизон там перебьем, вот, а вы у меня будете, значит, тут и телохранителями. Ну и римляне опять посылают пехоту, тяжелую и конницу, и этот куда-то исчез, вот, а толпа, значит, часть толпы поубивали, вот, и все разбежались. Причем он говорит, но, говорит, много евреев, горожан, типа, принимало участие, значит, в этой борьбе на римской стороне, да, ну, то есть, получается, что? И таких историй несколько, да. Иоанн Креститель, опять же, Флавий его тоже описывает и говорит, что, в отличие от Евангелия, где там рассказывается, что Иоанн Креститель был казнен за то, что он критиковал, значит, брак между Антипой, Иродом Антипой и там женой его брата, и за это, якобы, значит, Антипа его казнил, да, и там вся эта история с Соломией, которая попросила, там, голову на блюде. В общем, Флавий рассказывает, что он просто собрал толпу, и она за ним ходила, вот, и Антипа испугался, что потенциал беспорядок. Теперь эти толпы, ну, то есть, как представьте себе, вот человек, то есть, мы живем, ну, даже сейчас это можно себе представить легко. Представьте себе, как бы, мир, в котором там демоны, духи, там, сатана, там, короче, всякие люди не знают, что такое болезни, почему они происходят, там, да, кто-то в эпилептическом припадке падает, там, у него, наверное, демон, и тут приходит какой-то такой товарищ, который говорит, у меня там силы всякие есть, да, или люди уже поверили, и он действительно как-то там лечит их, да, ну, то есть, бывает так, что у людей психосоматические расстройства, и кто-то приходит, там, крутой очень, вот, дотронется, ему долба, или чувак, значит, прозревает. Нет, там они как-то описывают вот эти, ну, которые чудеса, там, что, воду, глину, там, фиг такие. Ой, ну, это, ну, что? Как минимум, это то, ну, тут, ну, то есть, такой экстрасенс, да, это, в общем-то, профессия, не самоуважение, а спространенная, колдун. Нет, не, распространенная достаточно, евреи славились в виде, в качестве колдуна. Ну, это просто, как бы, такая профессия, ясно. Ну, во-первых, да, это, скорее, социальная категория, да, это, если у него, конечно, хорошо идет, он может быть, ну, да, тогда он, конечно, может этим жить, да, а так он может этим подрабатывать. То есть, у нас есть другие истории, даже он, там, есть такой, Луциан, который рассказывает про кого-то, говорит, есть такой, говорит, один сириец из Палестины, который ходит там и бесов изгоняет за деньги. И он рассказывает, ну, там короткий, короткий, короткий пассаж, вот, в сборнике Штерна, в трехтомнике. И это, по-моему, не отсылка к Иисусу, да, но у нас есть куча, там, магических папирусов всяких, в которых имя еврейского Бога упоминается больше, чем другого любого божества. И евреи славились в качестве колдунов. Ну, то есть, колдун, я когда говорю колдун, я не имею в виду что-то плохое, да, то есть, это, как бы, факты, есть такая категория социальная. То есть, человек ходит там, лечит больных, живет там, и люди в это верят, да, и, понятно, современные ученые согласны на сто процентов об одном, что Иисус прославился, ну, я не говорю то, что понятно, что он был, да, как историческая личность, я не говорю, что там он на небо летал или там воскрес из мертвых, это кто верит, тот верит, как бы, историк это проверить не может. Но то, что он прославился из лечения больных, это понятно. То есть, люди верили, что он лечит больных. Что он там конкретно делал, как он это делал, что у него получалось, это уже другой вопрос. То есть, что насчет воды в вино, это понятно, что это сказки. Насчет там, ну, может, они настолько были запудрены, что они в это поверили, что реально им показалось, что это вино. Понятно, что у него были какие-то, ну, то есть, он мог как-то людским сознанием манипулировать. Вот, и они видели эти вещи, типа, видели, да, там, как он ходит по воде, там, из этой серии. Ну, часть, 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 я не знаю, часть это, может быть, просто вообще придумали, а потом и как бы не иметь никакой связи. Но то, что там были какие-то люди, которых он лечил, да, то это понятно. А люди-то, а люди-то, где он, обратите внимание, где он работает. Он ходит по Галилее, да. В Галилее есть два крупных города, Ципорий и Тверия, да. Ни разу не упоминаются в Новом Завете. Хотя Ципорий на расстоянии полдня пути от Назарета. Скорее всего, он там работал на стройке, и когда был молодым, потому что как раз после вот этих беспорядков шестого года, Юда, когда захватил и сжег там это все, все отстраивалось заново. Да, и папа его был тектон, то есть это, ну, обычный период плотник, но это не плотник, это скорее умелый работник, это может быть все, что попало, это типа архитектора в наши дни. То есть и архитекторы, и строители, там это самое. Но это не товарищ, который приехал гудронить крыши, да, то есть из Таджикистана. Это человек как бы, это может быть, это умелый рабочий. Скорее всего, Иисус тоже там работает. Но она не упоминается ни Ципорий, ни Тверия, да. Тверия упоминается один раз, как море Твери. Они говорят, там Блатвериадское озеро, да. Но он где ходит? Он по деревням ходит. А кто там живет? То есть это, это почитать кумранские рукописи, это очень умные люди писали, грамотные. Там такой бред на тему вообще, как бы окружающего мира и мироздания. То есть, а представить себе, что верили люди в деревнях, так это мама не горюю. И он собирает вот толпу вокруг себя из Галилеи. Приходит с ней в Иерусалим. В Иерусалиме тоже там ажиотаж. Толпа людей на Песах собирается, там из диаспоры, со всего Израиля. И Манатова приходит в храм, устраивает там балаган. Ну, как бы у него там свои идеи на эту тему были. Но он там переворачивает столы, короче, разгоняет людей, да. Ну, и товарищи, которые там в храме, они говорят, нам это надо. Типа, тут все ходят, кричат, что он Машиах. Значит, что? Галилейские бандиты. Ну, типа того. И они там с мечами ходят. То есть, потенциал того, что и как написано в Евангелии Атеана, что, значит, и правосвященник говорит, лучше один умрет за народ, чем весь народ погибнет. Ну, что он соберет толпу, ну, будут беспорядки. Римляне придут и разрушат нам все. И как бы нам это не нужно. И очень хорошо это все вписывается в то, что Флаве рассказывает на тему всех остальных вот этих. То есть, что они там думали? Реально, что он ударит палкой, и Ордан расступится? Или что он скажет, и стены рухнут? Нет. Но при этом понятно, что у него политическая программа какая-то есть, да. Теперь Иисус тоже разговаривает там о каком-то царстве небесном. Ну, царство небесное, небеса там, это Бог. То, что мы в книге Маковейской первой читали, то же самое. То есть, царство небесное, это имеется в виду просто царство Божие. Теперь царство Божие, пойди узнаешь, он имеет в виду. То есть, это не царство Божие, как на русском говорят там, царство ему небесное, да. Имеется в виду царство на земле Божие. А там уже кто как гораст интерпретирует. Ну, и, соответственно, Пилат его вызывает, говорит, ты царь. Он говорит, не, царство не от мира сего. А, окей. Да. То есть, ну... То есть, в этом контексте надо все рассматривать, что нагнетается обстановка вот этого взаимоотношений не очень хороших между римлянами и евреями. Причем, еще один момент. Двое сыновей вот этого Иуда Галилеянина рассказывают, что их распяли там уже вот во второй половине, да. То есть, после 44-го года, кто правил, там был такой Тиберий Юрий Александр. Тиберий Юрий Александр вообще был еврей. Он был племянником Филона Александрийского. Но он как бы вроде оставил иудаизм. Что реально там было, мы не знаем. Но так Флавий, значит, и говорит. И он был прокуратором какое-то время. Но при этом, Флавий говорит, он все было спокойно, потому что он не вмешивался в... Префектом Египта? Потом, да. Но до этого он был прокуратором иудей. И он... правильно, нет, он был действительно префектом Египта. Потом он командовал всем войском римским иудей. То есть, он непосредственно ответственный за разрушение храма. Но суть в том, что он, Флавий говорит, все было спокойно, потому что он не вмешивался в еврейские, значит, законы, поскольку он их знал. Зачем ему надо было провоцировать евреев и потом самому эти проблемы расхлебывать. Но он распял двух сыновей, этого юды. Я так полагаю, что точно так же, как и Иисуса, их сдали. Потому что зачем это кому надо? Ну и дальше Флаве рассказывает, что появляются всякие вот эти шарлатаны, параллельно с зелотами и сикариями всякими. То есть сикарии кто такие, как Флаве их описывает, сика это меч, такой изогнутый на латыни. Что один из прокураторов, который был коррумпированный, подкупил каких-то бандитов, чтобы они грохнули первосвященника. Потому что первосвященник на него жаловался. Он сам его сначала рекомендовал, а потом оказалось, что прокуратор коррумпированный. Так этот первосвященник ему как бы стало, он чувствовал, что он ответственности несет за то, что он его рекомендовал. И стал на него писать всякие жалобы. Тогда этот прокуратор пошел, нанял этих бандитов. И значит это самое, грохнули его за бабки. Им понравилось. Теперь можно это как бы сделать профессией. И они стали ходить и мочить кого попало. То есть там друзей, там врагов. И Флаве говорит, вообще невозможно было к людям на улице приблизиться, потому что они подходили там, а привет братан. Где-нибудь на празднике. Они про священника в храме убили во время праздника. Вот, то есть подходят там тебе в храме, там толпы людей, там не поймешь кто. Они говорят, пырнут кого-нибудь, тут же под полы одежды уберут кинжал и громче всех орут. Что значит, что за такое, что за беспредел. И говорит, никто уже не мог разобраться, что происходит. Вот, и они значит начали там этим заниматься за деньги сначала. Потом просто валить кого попало, кто им не нравится. Вот, и полный бардак начался в стране. Ну понятно, что он немножко преувеличивает все это. Но, ну как бы, где-то так, наверное, оно похоже было. Потом появляются всякие, значит, фанатики, которые начинают кричать, что давайте вообще избавимся от Рима и так далее. Параллельно эти колдуны всякие, которые ходят там и рассказывают всякие басни, что вот я дунул, там стены падут, вот, и так далее. Теперь походу это безумие, это реально начинает овладевать людьми. Добавьте к этому всему еще то, что ты рассказал про эту апокалиптическую литературу. То есть люди читают все эти истории про то, что вот там, а все к чему сводится там. Что, что Рим, дескать, падет скоро, да. Ну то есть, что, теперь смотрите, я вам дам пример, например. То есть тут нельзя ни в кою мере, как бы, преуменьшать религиозный, ну, важность религиозного фактора. Вот, мы из Флавия даже знаем, да, вы все книгу Даниила читали, нет? Ну, как бы, это самое, читаю, не читаю, сейчас расскажу. Там есть такая седьмая глава, где рассказывается, что видел Даниил такое видение. Да, это единственная книга апокалиптическая, которая вошла в тонах. И она написана-то была как раз во время Хосмонейского восстания. Вот. И там разговор идет как раз именно о Хосмонейском восстании. Ну, это все завуалировано, закодировано. Вот. И люди, когда во время Флавия это интерпретировали, они же это интерпретировали по-иному. И там идет разговор о том, что вот, у него было видение, он видел четыре, значит, страшных зверя, которые являются на сцену, там, один за другим, он описывает их, эти ужасные какие-то монстры. А потом, значит, появляется некто, кто похож на человека, да, Кибар-Инаша. И он идет с облаками небесными, и, значит, и вечные днями, там, подходит он к вечному днями, да, и вечные днями, там, дает ему силу, могущество, там, власть, и которая вечная, там, и она не придет, там, туда-сюда, и так далее, да. И потом оно интерпретируется, говорит, что этот Бар-Инаша, это на самом деле народ Израиля. Ну, то есть, эти все империи, там, идут одна за одной, потом они все падают, и вот, значит, народ Израиля в конце будет править миром. То же самое рассказывается во второй главе, где там Навуходоносор, в той же книге Данила, Навуходоносор видит, значит, и сон, где стоит огромный истукан, и у него, там, короче, из разных металлов тело состоит, ноги, там, из глины, и так далее, и вдруг огромный камень, там, падает, разбивает его в прах, и ничего от него не остается, а, значит, камень этот, понятно, что это, опять же, народ Израиля, то есть, или что-то из этого, ну, то есть, там сказано, что это будет правление, там, народа Израиля, типа, да. И одно дело, когда это пишется, там, во время Хасманийского восстания, другое дело, когда народ реально думает, что это все было, ну, пророк сказал, так оно и будет. И даже Флавий сам, который, в общем-то, отвергает всякие разные апокалиптические воззрения, потому что он пережил восстание, и он понял, что это, ну, никуда не ведет. Но когда он потом интерпретирует в иудейских древностях Даниила, он отказывается, он там, как бы, там совершенно, он многое о чем рассказывает, но это пророчество он не пересказывает. И говорит, если кто хочет, пусть в книжках идет, почитает. Понятно совершенно, что Флавий прекрасно отдавался, ну, то есть, во времена Флавия, это, думали, что это Рим, да, что вот это царство, которое падет, это Рим, а, соответственно, евреи придут к власти, да, то есть, заменят Рим. Ну, это только один пример, и это, как бы, то, что в Танахе, а там этих книг десятки, и это то, что дошло до нас, их было намного больше. И везде, то есть, там эти разговоры о том, что вот, Рим падет, придет Машиах, он, значит, нас избавит, или не Машиах, неважно кто, то есть, это может быть, Енах, это может быть, кто попал, там, может быть, без Машиаха. И там разные сценарии. Но суть, но все согласны, что Рим падет. Вот. И так или иначе, начинается Великое Восстание. Теперь оно, как бы, там можно долго говорить, и что реально происходило, как происходило, и не факт, что то, что Флавий пишет, это понятно, что это не вся картина. Но суть в том, что Великое Восстание начинается. Теперь, когда оно начинается, там есть несколько стадий. Ну, то есть, изначально это, вот, прокуратор Флор, который евреев провоцировал, провоцировал, вот, и дошло до нескольких стычек, и как-то оно одно потянуло за собой другое, и, значит, евреи там перебили римский гарнизон в Иерусалим. То есть, понятно, что это уже серьезно, римляне будут за это мстить. Но при этом, общество Иерусалимское было разделено, там, то есть, были умеренные люди, были люди более там радикально настроенные, которые говорили, что надо идти на войну, так или иначе. И когда римляне посылают войска, я же говорю, что в Иудее нет войск серьезных, а Иерусалим большой город, и это опять же на празднике все происходит, то есть, там еще, значит, там еще и паломники, да, со всего мира. Потом храм, это реально, это крепость, достаточно большая, да, и неприступная, то есть, с огромными, там, стенами и так далее. Не так просто все это взять. И повстанцы овладевают крепостью Антония, которая прилегает к храму, перебивают римский гарнизон. Тогда, значит, римляне посылают туда войска этого префекта Цестия Гала из Сирии. Он приходит, осаждает Иерусалим, но по какой-то причине снимает эту осаду, да, снимает эту осаду и начинает отступать. Может, он решил, что он не может, вот, прямо сейчас взять Иерусалим, но мы не знаем точно, что было. И когда он отступает, евреи устраивают ему, значит, на, там, этом подъеме, спуске в сторону прибрежной полосы, устраивают ему засаду в ущелье. И когда он, значит, идет по этому ущелью, они начинают его сверху бомбить. И ничего он сделать не может, значит, и, соответственно, начинается бегство, которое заканчивается тем, что они теряют огромное количество людей, порядка, там, 6 тысяч человек они теряют. То есть это, это, это эквивалент легионов. Плюс и плюс все орудия, которые они бросают, потому что им нужно бежать, и осадные орудия, там, замедляют отступление. И тут, и это происходит в том месте, где Иуда Макавей одержал, когда, там, одну из своих первых побед. И тогда, соответственно, даже умеренные в Иерусалиме уже говорят, ну, Аллах Велик, там, чудо, чудо, э! И делать им нечего, они говорят, ну, все, пошли воевать. Потом, и тут уже все понятно, что это, как бы, точка невозврата, то есть там уже римляне такого не простят. Они будут это дело пытаться как-то, значит, евреям как-то за это, евреев как-то наказать. И тут мало, как бы, никому не покажется. И тогда, значит, они создают революционное правительство, но это правительство, оно еще на первых порах, в общем-то, из умеренных людей состоит, из знати. Да, и они назначают, например, вот Флавия будущего, то есть Йосефа бен Матитя, он назначает быть генералом Галилеи. И он едет в Галилею, там, организует, там, значит, ополчение, строит всякие разные укрепления. Но, когда приходит Виспассиан, через, там, какое-то короткое время, он, конечно, быстро-быстро их разбивает, и Флавия осаждает, значит, и будущего в крепость Йотфат. И через 47 дней осады крепость эта падает, и Флавия попадает в плен. Вот, то есть, из Эйбен Матитя. Ну, и за счет этого, за счет того, что он не убил себя, как его солдаты подстрекали, есть у нас все эти истории. И он остается потом у Виспассиана, соответственно, до того, как Виспассиан провозглашен императором. И потом, когда Виспассиан плывает в Рим, он находится с титом, и, в общем-то, видит все, что происходит, включая осаду Иерусалима, падение Иерусалима и так далее. После того, как падает Галилея, и оттуда, во-первых, бегут и какие-то, значит, товарищи, типа, был такой Йоханан из Гушхалава, который был намного более радикально настроен, чем там Флавия, скажем, бегут в Иерусалим. Свергают это правительство, якобы оно, значит, предательское, то есть вы там, типа, потеряли Галилею, это не просто так, это, значит, вы, типа, виноваты коллаборационисты, там, убивают часть этих людей. И начинается просто гражданская война в Иерусалиме. То есть там несколько группировок, одна из этих группировок, это вот еще один сын Иуды, Менахем, но проблема в том, что Менахем появляется в храме, в пурпурных одеяниях, вот, и, типа, ну, видимо, с претензиями, что он Машех, или царь, что одно и то же, в принципе. Но другим ребятам это не нравится, те, которые не в его ОПГ, и они его просто убивают там. И тогда вот эти все ребята, которые из его ОПГ, они бегут в Масаду, да, и там они остаются до конца войны, они ни с кем не воюют, кроме, там, того, чтобы грабить еврейское население. Ну, напали на Ингеде, там, 400 человек вырезали, вот, отобрали все, что там было, и убежали обратно в Масаду. То есть они, как бы, даже не воевали с римлянами, там, начиная с 67-го года и по 74-й, как их взяли, они ничего не делали, там сидели и, вот, занимались грабежом. И теперь, кроме этого Менахема, там были еще всякие, вот, у Юханана из Гушхалава была своя банда, да, был там потом еще появляется, так вот, там есть этот, Лазар один, да, который тоже руководит определенной группой. И потом появляется еще Шимон Баргиора. И вот они, значит, там, один внутренним двором храма, значит, он там забаррикадировался, второй, значит, храмовой горой, а третий остальным городом. И вот они все эти годы, с 67-го и по 70-й, по весну 70-го, они просто там долбят друг друга. Они ни с кем не воюют, там, римляне, тем временем, после захвата Галилеи, Иудей, и Веспасиан, практически в ходе 68-го года захватил всю Иудею уже, да. Но тут и умер Нерон, так он решил, что что я буду рыпаться, непонятно, кто там будет императором сейчас. Да и потом евреи там, ну он же знает, что там происходит в Иерусалиме, да, ему доносят. Евреи там друг друга убивают, и пусть поубивают еще чуть-чуть, я пока никуда не спешу, посмотрю, что происходит. И в 69-м году, этот год так называемых четырех императоров, когда четыре императора сменились, то есть Нерон потом был, Отоон, Гальба, Вителий, да, а потом уже Веспасиан. И вот когда он приходит к власти, кстати, провозглашают его египетские регионы под командованием Тиберия Юлия Александра. Флавий пишет, что иудейские, но это неправда, потому что у нас есть папирусы из Египта, где понятно, что это регионы под командованием Тиберия Юлия Александра, кто провозгласили его. И, соответственно, Веспасиан отплывает в Рим, Флавий остается, значит, ну опять же, я говорю Флавий, но это он еще все, Йосеф бен Матитьял, остается с Титом. Тиберия Юлия Александра получает главную команду, значит, над римскими армиями иудеи, и они идут, типа, уже, типа, братья Иерусалим. И только в 70-м году, то есть весной, они подступают к Иерусалиму и, соответственно, его осаждают. Да, ну, дальнейшая история, она очень печальная, да, как вы знаете, чем она, знаете, чем она кончается. Вот, но, что важно, что только тогда, когда римляне подошли к стенам Иерусалима, то есть весна 70-го, где-то апрель, эти группировки объединяются между собой и начинают воевать с римлянами. До этого они все время воевали между собой. То есть с 67-го и по 70-е они только друг к другу там, там еще, значит, идумеи прибежали, эти идумиты, ну, то есть эти обгиюрены, 20 тысяч человек, которых там обманули, и они, значит, там, поубивали кучу людей, а потом поняли, что, в общем-то, ничего не поняли, что зря поубивали. Ну, в общем, полный-полный хаос там царит. И кончается это, конечно, падение Иерусалима и его разрушение. И там куча еврейских жертв и страданиями и так далее. Но я к чему-то говорю, что, все это рассказываю, что три автора в один голос утверждают следующее. Они, секунду, я лучше вам это процитирую. Я могу, конечно, и так это сказать, но лучше процитирую. Флавий приводит всякие разные, значит, и истории, пророчества разные, да. Ну, говорит и, говорит и, следующее. Секунду. Более всего на восстание их поднимало двусмысленное предсказание, находящееся в священных писаниях, что в то самое время некто из их страны станет правителем мира. Как бы... Ну, окей. Татацит пишет, и большинство евреев верило в пророчества, содержавшиеся в древних жреческих книгах, что именно в это время Восток возвеличится, а из Иудеи выйдут те, кто предназначен властвовать над миром. Свитоний пишет, по всему Востоку распространилось, да, по всему Востоку, то есть там... Теперь я не говорил этого, но это очень важно, что... Надо немножко представлять себе масштабы, как бы, еврейские объемы вообще еврейских общин в тот период, да, то есть ученые, которые занижают количество евреев в первом веке, они говорят 4,5 миллиона, это очень много, да, то есть и большинство из них не живет в Иудее, там огромное количество живет в Месопотамии, теперь не стоит забывать, что Месопотамия это враг, то есть это парфяне, они враги римлян, да, теперь евреи живут в Греции, неважно, евреи живут в Испании уже, евреи живут, конечно, в Италии, евреи живут в Греции, евреи живут в Малой Азии, Сирия полна евреев, в Египте говорят, ну, Филон говорит о миллионе евреев, да, Северная Африка, то есть Кирения, да, это все, ну, я сказал Месопотамия, в общем, то есть их все больше и больше становится, это раз, во-вторых, празелитизм, видимо, успешный, то есть в том плане, что люди, ну, другие, не евреи становятся евреями, да, и Птатцит об этом даже пишет, что, говорит, откуда мощь у Салима там увеличилась, потому что всякие там, говорит, подонки с разных народов везут туда бабки бесконечные, значит, становятся сами евреями, и вот конец первого века у нас есть куча свидетельства и о празелитизме, вплоть до и Флавия описывает, как там царский дом и диабены, в Месопотамии принял-принял иудаизм, и да, потом они воевали на стороне, и иудеев в Великом Восстании, вот, и всякие богобоязненные из тех же деяния апостолов, которые, значит, постепенно-постепенно становятся евреями, вот, то есть это не просто так, и когда он говорит, по всему Востоку распространилось давнее твердое убеждение, что судьбой назначено, чтобы в это время выходцы из Иудеи завладели властью над миром, вот, то есть говорить то, что римляне угнетали, окей, да, там, то, что были канады, конфликты, да, но не стоит забывать об этом, они же, наверное, это не придумали, да, то есть евреи не просто так пошли воевать, и сейчас посмотрите на это презвое, что они пошли воевать реально против Рима, то есть кто они такие, что они надеялись, на что они надеялись вообще, но при этом они таки да, пошли, и это объясняет очень многое, то есть что у людей в головах были, кроме того, что там и кто-то обижал, и так далее, у них были убеждения на тему того, что их дело правое, что Бог с ними, и что они завоюют, и они победят Рим, да, и что будут потом править, значит, всем миром, да, теперь Флавий хоть и отказывается от этих, он как бы критически все это интерпретирует, говорит, что это все ерунда, и они все потом в один голос говорят, и Флавий, и Тацид, и Светоний, что евреи-то думали так, но они ошибались, на самом-то деле они были правы, потому что действительно правитель мира вышел из Иудеи, но это был Веспасиан, потому что Веспасиана во время его иудейской кампании провозгласили императором, то есть получилось, что пророчество верное, но они его неправильно интерпретировали, они думали, что это про них, а это на самом деле про Веспасиана и про Рим, да, вот, и как бы тут много что понятно, да, то есть почему они шли воевать, опять же, тут почитать Тацид, у меня здесь, секунду, я сейчас посмотрю, у меня есть, по-моему, кстати, этот, секундочку, так, ну что такое, значит, сейчас, секунду, по-моему, нет, это не в этом томе, к сожалению, у меня просто этот том Штерны, у меня есть один том на русском, но тут нету Тацид, есть на английском, но не важно, Тацид описывает, Тацид, знаменитый римский историк, 2 века новой эры, описывает падение Иерусалима, ну, у меня есть такая книга истории, и он там, значит, рассказывает всякие разные события, ну, и говорит, мы пришли теперь к эпизоду о падении великого города, Иерусалима, дайте-ка я вам расскажу чуть-чуть про евреев, кто же они такие, откуда взялись, и он собирает там разные, значит, истории, конечно, в основном не лиц, не, не, не негативного плана насчет происхождения евреев, то есть всякие египетские там и так далее, ну, и описывает также их обычаи и так далее, и в том числе говорит, что вот, значит, и они, говорит, и поскольку верят в загробную жизнь, то, ну, я на самом деле эту стату привожу, кстати, даже в силабусе, что души погибших в бою, наказненных врагами, они почитают бессмертными, отсюда их призрение к смерти. Ну, то есть это вот, пожалуйста, Рома, те, которые, Аллах Акбар, 72 девственницы, я пошел, взорвался на небеса, а мама его, значит, лопает в ладоши, я тебе устрою сегодня, типа, большую вечеринку партии, и будем праздновать, потому что ты же там, и это как бы, смотришь на это, и вроде как это дико, да, то есть как это так, они там празднуют, радуются, вот, ну, конечно, они верят, если в то, что они реально в это сильно верят, так им абсолютно по барабану, там, что погибнут, не погибнут, так это же как бы, и нам-то может это сложно себе представить, но это реально так, то есть люди, которые в это сильно верят, к тому же друг друга еще подогревают, то им действительно ничего не страшно, вот, и татцет это говорит про евреев, да, то есть надо, опять же, надо понять, что тут все очень сложно, и не преуменьшать, то есть того аспекта, что тут еще идет гражданская война, да, великое восстание это в большой степени гражданская война, теперь я тут говорю кое-что про сионистские идеологии всякие, и как интерпретируется то, и там, то, это, то, там, всякие разные аспекты древней истории, опять же, великое это восстание никогда великим-то не называлось, сионисты придумали в последние, там, сто лет, да, почему, потому что, ну, ну, нужны были новые герои, да, иудаизм еще, буквально у нас осталось там 35 минут, я сейчас поговорю про восстание диаспоры и про восстание Баркохвы, и что произошло после этого, да, то есть как иудаизм изменился, но, говоря в двух словах, иудаизм, те люди, которые остались, то есть те евреи, которые остались, я имею в виду элиты, конечно, и там, мудрецы, да, мыслители, они отошли от этих милитанских позиций напрочь, то есть они отказались напрочь от вот этого вот, ну, от позиции конфронтации, да, и что там они сделали, тоже другой вопрос, там, в себя ушли, там, или нет, это как бы уже не важно, суть в том, что они отказались от вот этого вот, от этого вот милитанского подхода, да, и подумайте, что у нас, как бы, один бог, да, и если мы думали, что воевали на его стороне и проиграли, значит, наверное, мы ошибались, значит, наверное, мы не совсем делали то, что он хотел, потому что если бы мы делали то, что он хотел, так мы победили, потому что он же крутой, он же один, он сотворил небо и землю, там, он, все остальные не боги, да, то есть он же контролирует все. У Флавия одна из главных тем в Иудейской войне, это где был Бог, и он рассказывает о том, что потому что евреи друг друга убивали, там, лили кровь невинную, да, осквернили этим храм, то Бог стал гнушаться ими и ушел, значит, к римлянам, то есть они его оттолкнули, они его, значит, спровоцировали своими грехами перейти на сторону Римы, это не то, что его победили, это не то, что его дом разрушили, это был его дом когда-то, но он ушел оттуда давно, потому что евреи плохо себя вели, и вот этот момент, то есть когда один Бог, пойди объясни, что это ты проиграл войну, то есть ты всегда должен в конце концов сказать, что, наверное, где-то я согрешил, и понятно, что мудрецы, интерпретируя и Великое Восстание, и там потом другие восстания, которые были, для них эти повстанцы были где-то, ну, в большой степени грешниками, да, то есть почему, они спрашивают, был разрушен там второй храм, там все изучали Тору, там занимались делами праведности, да, они говорят, потому что было там много беспричинной ненависти, ну, то есть, там, как бы друг друга ненавидели, да, брат брата убивали, и из-за этого Бог, значит, отошел от евреев и дал, у меня батарейка села, дал этот храм, значит, римлянам, чтобы они разрушили его, и поэтому, поэтому мудрецы последующих поколений, они отошли от этих позиций, то есть для них эти повстанцы никакими героями не были, они для них были как раз и людьми, которые, в общем-то, согрешили, да, в том же Барковку, да, несмотря на то, что мы еще поговорим, что там было в его время, но уже в раввинистических источниках он описывается, как человек, с одной стороны, значит, там, типа, исполинской силы, с другой стороны, такой богохульник, да, который, ну, Богу говорит, типа, не вмешивайся в наши дела, мы сами там справимся, такой надменный человек, никак не богобоязненный, никак не праведный, там, убивает мудрецов, значит, которые ему что-то противоречат и так далее, но понятно, что в современном государстве Израиля, еще до создания государства, когда нужны были какие-то герои для молодого там общества, светского достаточно, то кто там будут эти герои, какие-нибудь там мудрецы из восточноевропейских местечек, там, какие-то ешиботники, или там какие-нибудь испанские поэты там средневековые, или там мудрецы Талмуда, понятно, что они не актуальны, на новых героях каких-то там, которые воевали, там, туда-сюда, хасманеи становятся большими героями, которые тоже в Талмуде, как бы, вот, Талмуд полон критики, да, на хасманеи, вот, и опять же, повстанцы там всякие становятся героями, вот, но это, как бы, это современная конструкция, которая, опять же, надо просто на нее понять, что, зачем она была, Масада становится, значит, символом, да, хотя я вам, как бы, объяснил, кто эти люди, кто там сидел, я уже не говорю про то, что ученые говорят, что не было никакого там самоубийства, но это даже не так важно, важно, как бы, кто эти люди были, получается, что они были бандиты, и террористы, и убивали других евреев, и даже с ним там практически не воевали, то есть, что это они должны быть, мои герои, да, но, ну, то есть, надо просто это все рассматривать в контексте тех идеологий, на службу которых все эти истории поставлены, и не забывать о том, что, то есть, разговаривать о том, что Рим был плохой, там, угнетал евреев, так далее, все очень здорово, но не стоит забывать о том, что евреи думали, что они идут на войну, и скоро будут править всем миром, теперь, то есть, отрицать то, что, говорит, что это вранье, так что тогда верить в другие истории, которые Флавий рассказывает, да, чего выбирать одно, предпочитать, скажем, эту историю, той истории, на каком основании, да, то есть, я как раз, будучи знаком с литературой того периода, и даже с тем, что Флавий потом говорит, вы что думаете, Флавий отказывается от идеи мирового господства, он, 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 и намного умнее, да, он не верит в эти все истории из серии, там, пойти воевать, он, потому что уже там был, да, и в иудейских древностях он пишет, там, что, понятно, про этот камень, когда он ничего не рассказывает, говорит, кто хочет, пусть идет почитать книгу Даниила, вот, там все написано, я, говорит, не буду рассказывать, потому что это говорит о будущем, а я историк, я пишу о прошлом, вот, но понятно, что он так это пишет, и танунчик, типа, он, он, он знает, что он хочет, и книга-то сама миссионерская, да, она, то есть, иудейские древности, это миссионерская книга, она, она написана для неевреев, и он говорит, что будете Торуссовы у вас хорошо, не будете, будет плохо, вот, и где-то в то же самое время, консул там один, и Флавий Климент, и близкий родственник императора Домициана, опа, и принимает иудаизм вместе со своей женой, там вполне был шанс, что он мог бы стать императором, я не знаю, связано это с Флавием или нет, возможно, что да, то есть, есть ученые, которые полагают, что ничего такого, типа, в этом невозможного нет, да, теперь, и, как бы, и в то же самое время римские императоры продолжают Флавию платить ей пенсию, типа, а он сидит и пишет там миссионерские, значит, книги, в Риме, в доме, в котором когда-то жил Веспасиан, ну, они, да, его поселили, вот, и другие там римляне высокопоставленные тоже принимают иудаизм, да, то есть, и Флавий потом пишет, и против Эпиона, это его последнее произведение, говорит, и закон, говорит, привлекает людей сам по себе, не потому, что там кто-то что-то за это платит, да, ну, говорит, и посмотрите, везде вон там люди свечки зажигают в шаббат уже, и наши законы о идее распространились по всему свету, и так же вопросы субботы, да, говорит, и, а, говорит, кто не верит, так глаза открой, посмотри вокруг, ну, то есть, если бы он этого последнего не сказал, то можно было бы подумать, что он очень сильно преувеличивает, но поскольку он так открыто это говорит, что, типа, возьми, да, проверь, сам посмотри, понятно, что он не врет, то есть, действительно, иудаизм был большой-большой силой в конце первого века новой эры, и, в общем-то, кончилось все тем, что, ну, одна из разновидностей иудаизма, в общем-то, Римской империи таки да, овладела, в четвертом веке, как вы знаете, то есть, то есть, все эти разговоры, они были не напрасны, и, и, действительно, подумать, что это они пошли против Рима воевать, ну, как бы, где-то можно сравнить эти десятки легионов, которые только тем занимаются всю свою жизнь, что воюют, и их обмундирование, и их, значит, ресурсы, да, и все остальное, и где там евреи, то есть, ну, евреев зато есть куча фанатизма, и вера в то, что, значит, что Бог, Бог их главный, и это самое, и мы победим. Теперь на этом же все не кончается, потому что буквально через несколько десятков лет евреи диаспоры поднимают другое восстание. Про это восстание мало кто что знает, и мало говорят, да, но оно, видимо, было еще более ожесточенным, чем эта иудейская война в Иудеи, да. В 115-м году начинается восстание в Кирении. Кирении – это современная Ливия. И, опять же, у нас, наше свидетельство очень-очень-очень скудное, вот, и у нас там есть буквально, вот, и Касси Дион, римский историк второй половины и второго века новой эры, и христианские авторы, которые рассказывают в один голос, в общем-то, более-менее, что поднялось восстание в Кирении, оттуда оно захлестнуло Египет, и вот, оно перешло на Кипр, оно перешло потом даже на Месопотамию, ну, про Месопотамию мы вообще ничего не знаем, что там было, но вроде как было, да, но мы знаем, что оно продолжалось три года в Египте, они разбомбили просто дотла всю эту Кирению, и потом, когда археологи стали там копать, там находят по стенкам столб, на котором написано, что там это мостовая заново вымастилье во времена императора Адриана, после того, как там безбожные евреи ее там в каменный век разбомбили. Этот храм был восстановлен там, тогда-то, тогда-то, после того, как евреи там безбожные его сожгли. И, как бы, такого много, то есть они просто реально там дотла, они, видимо, все, ну, какие-то территории и стерли. И в Египте еще три года это продолжалось, и рассказывают там жуткие всякие истории, как осидион, что евреи там ловили своих врагов, распиливали их с головы до ног, там, сдирали кожу с них, там, припоясывались этой кожей, пили их кровь, там, кишки выпускали, вот, жарили их там, значит, и так далее. Ну, короче, антисемитская пропаганда, да, это антисемитская пропаганда, как бы, понятно, да, вот, но с другой стороны, я не знаю, то есть понятно, что уровень жестокости там зашкаливает, и видно, и, и, ну, у нас есть кое-какие папирусы, где там мама пишет своему сыну, что на фронт, язычнику, что смотри, дорогой, держись там, короче, чтоб тебя эти поганые евреи не зажарили живьем, вот, ну, то есть, ну, может, это, может, это, конечно, там, выдумки, все, и вы знаете, как это на войне, но, но, но факт, что, ну, здорово, вести здорово, факт, что эта война продолжалась три года, да, и мы знаем, что евреи одержали несколько побед, вот, и евреи разбомбили Кирению, и в Египте там война шла очень долго, ну, то есть, три года, это, это, это долго, пока римляне не послали уже, значит, там, серьезные войска и подавили это восстание, теперь подавили его, конечно, жестоко, практически всех евреев уничтожили, да, и у нас есть всякие другие папирусы, ну, кроме того, папирусы, потому что сжарят живьем, есть папирус, который, там, где-то 200-го года новой эры, где египтяне, там, еще 80 с лишним лет спустя празднуют день победы над евреями, то есть, видно, серьезная война была и серьезная победа, если они еще так долго это праздновали, но евреев там практически не осталось, то есть, я вам говорил, ну, Филон говорит, что был миллион евреев в Египте в первом веке, да, а тут получается, что всех постирали с лица земли, то есть, это достаточно был такой, ну, трагический, в общем-то, финал, поскольку, ну, невозможно переоценить, в общем-то, важность еврейских общин, тех районов, да, то есть, большая часть людей эллинистической литературы, которая до нас дошла, ну, прежде всего, Филон Александрийский, но далеко не только, там, часть, часть того, что вошла в, даже, в православный, католический, ветхий завет, такие вещи, как, при мудрости Соломонова, например, это книга, которая была написана в Египте, и уровень, как бы, там, софистикации этих евреев, в общем-то, влияние их, да, на потом развитие христианской мысли, это люди, которые, в общем-то, наложили очень важный отпечаток на европейской, на истории европейской культуры, их просто не стало, то есть, они их всех, просто всех поубивали, да, но поубивали их, как бы, в общем-то, потому, что они восстанут, да, и мы не знаем точно, какие там были идеологии, почему они это сделали, и понятно, что там были политические, и социальные, и экономические причины, потому что мы знаем, что начиная, значит, с первого века до новой эры, положение евреев в Египте стало ухудшаться, потому что до этого они жили там очень хорошо, при Птолимеях, они жили очень-очень хорошо, но римляне изменили кое-какие вещи, в том числе в вопросах сбора налогов, и если евреям до этого жилось очень хорошо, потом им стало жить намного хуже, а египтяне стали этим пользоваться для того, чтобы, значит, провоцировать разные конфликты, потому что египтяне ненавидели евреев, а когда евреям было хорошо, им было плохо, и теперь они стали отыгрываться, значит, на евреях, и, соответственно, первый погром, который мы знаем, он был в Александре в 38-м году новой эры, вот Филонон это подробно описывает в своих произведениях против флака и там посланничества к Гаю, и чем дальше это все шло, тем, значит, хуже, видимо, отношения складывались, потом добавьте к этому Великое Восстание, когда, я не сказал этого, но это важно сказать, что после Великого Восстания евреев в правах-то не ущемили, да, то есть римляне как бы, например, там был такой случай, когда Тит после Восстания приехал в Антиохию, в Антиохии там были всякие стычки между евреями и евреями, и там местные прибежали, значит, язычники, стали кричать, что типа, вот евреев накажи, тут там, выгони из города туда-сюда, а он говорит, что это, куда я буду выгонять их, я только что их страну разрушил, они что тут, типа, пусть живут там, в чем проблема, то есть не преследовали римляне после Восстания евреев, что да, они обложили их таким унизительным налогом, то есть и обложили всех, то есть если до возрушения храма был, мужчины-евреи платили пол шекеля на храм в год, и то с определенного возраста до определенного возраста, ну скажем так, с совершеннолетия и до пенсии, грубо говоря, по нашим понятиям, то Веспосян обложил всех, женщин, детей, стариков, короче, и эти деньги он собирал на храмы Юпитера капиталистского в Риме, то есть это двойное умнижение, но что в этот день, который вы собирали на храм ваш, а я вам храм разрушил, теперь платите мне на строительство языческого храма. Это тоже, ну как бы с точки зрения экономической это не такое тяжелое бремя, но это унизительно, и понятно, что как бы и взымался этот налог периодами с особенной как бы скурпулезностью, вплоть до того, что там людей хватали и раздевали на улицах посмотреть, есть ли у них обрезание, типа, если есть плати, да, вот, короче, то есть, но это, это дело заглохло достаточно быстро, нервы, император нервы выпускал монеты, на которых было написано, что конец типа ну, что-то истерие, что конец доносов на тему там, на этого, несправедливых доносов на тему, значит, иудейского налога, потому что видимо, во время Веспосяна люди друг на друга стучали, там, и это самое Домициана, и Домициан, значит, там слишком сильно лютовал на эту тему, вот, тогда это, по-моему, Свитоний рассказывает, что он однажды видел, как старика раздели, там, проверить, значит, он обрезан или нет, потому что люди пытались от этого налогового скрыться. Короче, восстание, это приводит к, а, я забыл сказать, что христианские авторы пишут, что, и языческие тоже, что были там у них цари, окей, то есть, там, у этих товарищей в Египте и в Кирине были, значит, как бы цари какие-то. Один говорит Лукуас, другой говорит Андреас, и там какой-то Артемион на Кипре, а на Кипре, говорит, погибло столько людей с обеих сторон, что всех евреев в конце уничтожили и теперь, значит, если еврея какого-нибудь кораблекрушения выкидывает на Кипр, они его сразу отлавливают и убивают. Ну, то есть, типа, хватит им еврейского присутствия здесь. Евреи, короче, уже там хорошо себя показали, зарекомендовали, как бы never again, не хотим мы тут и вот такого снова. Но на этом все не кончается, потому что поднимается восстание Баркохвы. То есть, вы понимаете, это все, как бы, реально вот с 67-й, 66-й год до 70-го, ну, 74-й падения Моссада, потом 115-й по 118-й, ну, правда, там спорят, 115-й по 117-й или 116-й по 118-й, там очень мало сведений. Но мы знаем, что если до этого было огромное количество евреев, то там сотни тысяч, 100-100%, а может, даже за миллион переваливало, если все посчитать. И я не удивлюсь, что да. И даже больше если взять там Кипру, еще и там часть Месопотамии, то теперь их вообще нет. То есть, когда еврейская община потом в Египте появляется, в позднюю античность, это уже как бы новое начало. Вот есть сборник этих египетских папирусов еврейских, их три тома. Сейчас там люди работают, мои коллеги, над четвертым томом, потому что, ну, эти тома, изданные в 50-х, 60-х годах, то есть, сейчас уже новые вещи есть. Там просто больше нет ничего. То есть, следующее, что появляется, это вот уже поздняя античность, то есть, там правильно, перерыв несколько сотен лет, потому что больше евреев нет там. И тут начинается восстание Баркоху. И тут, опять же, несколько аспектов. Во-первых, не забывайте, что у евреев уже храм разрушен был однажды. И Еремия пророчествовала, что через 70 лет и все будет хорошо снова. И это парадигма, мы знаем, что евреи не просто же так говорят, о, этот храм был 9-го, значит, и ава разрушен, и этот 9-го, хотя не 9-го, но там он, типа, 8-го, по-моему, да, но суть в том, что как бы подтасовали уже, чтобы сказать, что это чудо, это чудо, все же не просто так, это же от Бога, да, ну, понятно, если это от Бога, значит, все потом вернется нормально, когда мы обратно будем, значит, праведными, вот, и евреи ждут, что римляне храмом построят обратно, разрешат, и как бы в этом нет ничего нелогичного, но, а римляне как раз повели себя нестандартно, то есть, они практически евреев лишили богослужения, ну, то есть, потому что война была, но было бы логично, чтобы они обратно евреям, типа, через какое-то время сказали, типа, давайте строить снова, там, мы же люди, то есть, вы же тоже Богу должны поклоняться, как бы, а римляне сказали, типа, нет, то есть, как бы у евреев отобрали право, в общем-то, поклоняться Богу, да, и мы не знаем, почему точно началось восстание Баркохва, но если посмотреть, это где-то примерно так и получается, то есть, это 30 лет, еще 30 лет, там уже 62 года прошло, и авторы древние, которых не так много, опять же, тот же Евсей Викисарийский, и Касси Дион, они пишут разные вещи, Касси Дион пишет, что Адриан решил на месте разрушенного Иерусалима построить римский город, да, и евреи, которые не могли это терпеть, и подняли восстание, да, и Евсей пишет, что, значит, он, типа, запретил обрезание, и мы знаем, что и то, и другое произошло, то есть, да, было запрещено какое-то время обрезание, и что, да, Иерусалим стал языческим городом впоследствии, Адриан его таки, да, отстроил, как Аэлья Капитолина, и это был уже римский город, куда, значит, евреям вход был воспрещен, и так оно продолжалось до ислама, пока мусульмане не пришли, в 636 году, евреев в Иерусалим не опускали, но мы не знаем, что было, как бы, причиной восстания, а что было последствием, то есть, и не знаем, вместе ли там это произошло, или это две вещи, которые не связаны, да, то есть, именно обрезание, и Иерусалим, теперь с обрезанием, там понятно, что Адриан, вроде как, его запретил не, Адриан был такой, то есть, большой, большой любитель, ценитель греческой культуры, и достаточно, как бы, он вообще, ну, евреи-то его ненавидят, да, и он, значит, в эталмедической литературе, там, это монстр, вот, но, если почитать, скажем, даже научную литературу, современную, про Адриана, пишут очень много, и он, вообще, очень много чего сделал, он был одним из тех людей, которые, ну, он много где фигурирует, он путешествовал по всему миру, да, он строил кучу, там, разных зданий, он жертвовал, там, деньги, на разные, там, греческие, там, святилища, и так далее, мероприятия, вплоть до того, что был такой греческий автор, Павсаний, кто слышал, и вот он написал книгу такую, описание Греции, да, и до сих пор, это, на самом деле, наиболее детальный и важный путеводитель по разным греческим древностям, да, и он писал, значит, во втором веке новой эры, и на самом деле, он описывает только классические разные развалины, и единственное, что для него исключение, это то, что Адриан сделал, потому что Адриан, он, значит, такой крутой, вот, и любит греков, и все, то есть, он далеко был не идиот, этот человек, и далеко не лишен, как бы, культурных разных амбиций, и так далее, то есть, его, как бы, отношения с евреями, это отдельная тема, которую надо в этом контексте рассматривать, и насчет обрезания, скорее всего, что там произошло, что у римлян был закон, который, закон против кастрации, у них были евмыхи и так далее, но в основном, это все, они привозили их из-за границы, но в рамках Римской империи, кастрировать людей было запрещено, но они это определяли, как мутеляры гениталии, то есть, уродовать гениталии, да, ну, с их точки зрения, уродовать там, или уродовать здесь, тот кусок отрезать, или этот кусок отрезать, одинаковое варварство, к тому же, если рассматривать и Адриана, как такой человек, эллинофила, и, значит, опять же, любитель греческой культуры, то понятно, что для них это было нечто, что было отвратительным, и он, как бы, запретил просто по всей империи, обрезание, как еще один варварский обычай, типа делать им нечего, не подумал о евреях, ну, как бы, кто они такие, и что я буду о них думать, но он не думал, что они, значит, так серьезно это воспримут, ну, евреи восстали, это одна версия, другая версия, что он, вот, начал Иерусалим отстраивать, как языческий город, и евреи поняли, что вместо того, чтобы, значит, там храм вернули, сейчас, и, снова, значит, то есть, мало того, что храм не вернули, так сейчас еще, Иерусалим начинает отстраивать, как языческий город, то есть, у нас вообще шансов никаких нет, его получить обратно, и они поднимают восстание. Опять же, я говорю, мы не знаем точно, что как было, мы знаем, что Иерусалим стал языческим городом, и мы знаем, что какое-то время было запрещено обрезание, вот, но евреи так или иначе поднимают восстание, но стоит тут обратить внимание на следующее, две вещи, первое, что мы не слышим, опять же, у нас очень мало свидетельств, да, что да, это как бы чудо такое своеобразное, что у нас есть письма, письма самого Баркохова, то есть, ученые, археологи, и бедуины изначально, в Иудейской пустыне, обнаружили письма, которые либо были написаны самим Баркоховой, либо были продиктованы, но, по крайней мере, они от его имени написаны, вот, это как бы автографы, это не какие-то копии, там, или что-то, это оригиналы, то есть, это его письма, там, его полевым командиром и так далее, его там всяким разным, значит, соратником, распоряжения, там, связанные с ведением войны, там, празднованием праздников, логистикой разной и так далее, но, опять же, из них мы узнаем, что-то там о реалиях, но, у нас нету, как бы, Иосифа Флавия, который описал бы нам восстание Баркохвы, и, что там реально происходило, у нас, да, есть некоторые талмудические реминисценции, да, в том числе, одна история, которая, в общем-то, настолько, она, как бы, она не льстит одному из важнейших, вообще, мудрецов всех времен, Раби Акива, да, то есть, Раби Акива, это, это очень серьезная фигура, и рассказывает про него в Иерусалимском Талмуде, в трактате Таанит, что, когда Раби Акива видел Бен Кузбу, да, то есть, вернее, Барко Зиву, да, то есть, мудрецы его называют Барко Зива, что значит, сын лжи, а Баркохва, мы знаем, это и все вегисарийские пишут, что он, значит, был разбойник и бандит, а на самом деле втулял этим рабам, ну, и все очень сильно любят евреев, что, значит, втулял этим рабам, что он звезда, которая сошла с небес и несет им свободу, ну, а потом, значит, потерпел крах и, в общем, наказание за свои грехи и так далее, но на самом деле его имя, видимо, было Барко, Бен Кузба, или Барко Зива, по-гречески, там, транскрипция, это Хосиба, в общем, когда рабе Акиева видел Барко Зиву, то он говорил, то он говорил, то есть, вот ты царь, мессия, а там другой мудрец ему отвечает и говорит, Акива говорит, у тебя сорняки прорастут через щеки, а, говорит, сын Давида все еще не придет, но с одной стороны рабе Акива такая большая фигура и такая уважаемая, что приписывать ему такое заблуждение, если бы такого не было, было бы вообще, зачем, зачем его компрометировать и к тому же приписывать ему какие-то глупости, что все же теперь знают, что Барко Хво никакой не мимо шеф, поэтому и прозвали его сын лжи, то есть он типа рассказывал, но не доставил, и видимо так оно и было, то есть видимо действительно если уж рабе Акива думал, что он Машьях, то наверное поддержка поддержка мудрецов у него была, и мы не слышим ни о какой борьбе между разными еврейскими группировками в те времена, мы наоборот вроде как народ сплочился за ним, сплотился за ним, и от того же Кассия Диона мы слышим, что евреи, значит, пока Адриан был поблизости, они не восставали, но как только он ушел там подальше, они подняли восстание, вели партизанскую войну, и выкопали там в земле разные норы с дырками для вентиляции, там с маскировкой и так далее, там по этим ходам ползали, нападали на римлян, потом снова убегали под землю, и так эта война долго-долго-долго шла, до тех пор, пока Адриан, даже боялся вступить с ними в открытую битву, такую глобальную, поскольку знал, что они отчаянные, и поэтому будет тяжело, и поэтому они просто отлавливали эти, значит, отряды и истребляли их один за одним, и потом Адриан там ведет перечень, сколько людей погибло там, сколько там сел разрушено, и сколько там погибло от эпидемии и голода, это вообще неисчислимо, но говорит, что и римлян, говорит, тоже много, говорит, в этой войне полегло, поэтому, говорит, Адриан, когда, то есть там у них было стандартное приветствие, когда император заканчивал войну, он обращался к сенату, и стандартное, значит, приветствие было, если вы и дети ваши в добром здравии, то я и легионы в добром здравии, ну и Акаси Дион говорит, что он опустил формулу насчет там типа в добром здравии, потому что видно, римлянам тоже досталось немало, но кончилось это тем, что все это ушло, да, то есть если Иерусалим был потерян до этого, и храма не стало, то теперь и иудею потеряли полностью, да, то есть Иерусалим был потерян полностью, и запрещено туда евреям входить, и иудея вся, в общем-то, стала, и мало того, что она, все еврейское население было истреблено, и погибло там, да, от голода и эпидемии, и продано в рабство, так и ее перевиновали в Палестину, да, окей, теперь у нас осталась там минута, мы подведем итог, я как бы скажу, чем это все кончилось, а кончилось это тем, что, ну, произошла эпохальная перемена в иудаизме, да, что именно произошло, что мудрецы, уже, то есть первый документ, понимаете, один факт того, что вся литература периода второго храма не сохранилась у евреев, да, евреи ее просто отвергивают, я имею ввиду последующих поколений, то есть все, на чем мы сегодня базировали, на чем вообще этот курс базировался, там, Маковейские книги, Иосиф, Флавий, там, Филон, про которого я рассказывал, и многое, многое, многое другое, это литература, которая сохранилась у христиан, и по большей части в переводах, либо если по-гречески было написано, так иногда по-гречески, но евреи от этого всего отошли, и можно долго думать, почему, как, зачем, но главная эта причина именно потому, что шок вот этого всего, этих катастроф был настолько велик, что он спровоцировал очень глубокую рефлексию над темой, что делать дальше, и как дальше жить, и что, ну, как вообще выживать, и что там, как с Римом себя вести, да, в том числе, и вот эта апокалиптическая литература, которая там кричит о том, что придет Машия, там всех нас спасет, Рим там падет, отсюда выйдет человек, который будет править миром, да, это все мудрецы, как бы, это все отвергли, не говоря о том, что, как я уже сказал, что все эти герои, там, Баркохва и повстанцы, они никакие не герои, они наоборот люди, с которых, ну, с примера которых можно выучить только одно, потому что так делать нельзя, то есть, это то, что мы должны понять, что они не правы были, и что, как они себя вели, это не тот путь, по которому надо идти, вот, есть замечательная такая история, у мудрецов на тему того, что, значит, это в Аводе Рабинатан, есть такое, такое произведение, ну, как бы, есть в Мишне, Мишна это Галаха, по большей степени, да, и есть там один трактат, который полностью Агада, ну, то есть, истории всякие, высказывания, извлечения, и вот, как вы знаете, Талмуд, это, значит, можно сказать, комментарий на Мишну, но это не совсем так, вот, и, и вот, это Аводе Рабинатан, она не входит в Талмуд, но это как бы, типа, гмара, на Масехе-то Вод, и вот там, из Мишны, и вот там, рассказывается история о том, что, значит, ты, когда ты дерево сажаешь, и придет Машех, то, говорит, ты дерево посади сначала, а потом иди приветствую, ну, то есть, не надо никуда бежать, там, все эти истории про то, что, Машех придет нас избавить, то бежали за Машехом, там, и бомбить римлян, там, да, оставьте эти глупости, как бы, дерево лучше посадить, и там, больше пользы из этого выйдет, и, ну, как бы, такая очень философская история, ну, и действительно, все меняется, то есть, в общем-то, иудаизм, ровнистический, это совсем новая парадигма, которая отказывается в корне, от вот этих вот, этой позиций, но, 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 что я пытался сказать, что, как бы, нужно понимать, что, истории религии, это, надо их рассматривать в разные периоды, в контексте того, что происходит, и, если по большому счету посмотреть, то да, в общем-то, иудаизмы, периода второго храма, понятно, что не весь, понятно, что не везде, но, в некоторые периоды, особенно, если брать, вот, конец первого века, начало второго, первую, там, скажем, половину, да, ну, это была достаточно милитанская, как бы, религия, система, и достаточно такой воинственный народ, у которого были серьезные очень амбиции, вплоть до, в общем-то, мирового господства, и, как бы, посредством вооруженной борьбы, да, в том числе, и это все, как бы, то есть, римляне просто сломали это, да, они просто это, как бы, сломали, и, соответственно, евреи, будут из последующих поколений, они уже переосмыслили подход и выработали совершенно другую систему, то есть, потому что, нужно понимать, что тут произошел слом эпох, да, и что ровнистический юдаизм, это совсем-совсем уже другая система, не то, что там нет преемственности, конечно, она есть, там, там много чего, я говорю именно в отношении, вот, взаимоотношений евреев и империй, да, то есть, где-то так.